Микс Ньюс Добрый день, в эфире программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас сегодня научный секретарь Латвийского совета по науке Химия Карнис Кокаревич. Здравствуйте. Добрый день. Призываем мы вас, слушатели наши, участвовать. 672 12 93 9, 672 13 93 9, звоните нам, задавайте свои вопросы и 230 6191 наш ватсап, им вы тоже можете пользоваться. Поговорим мы сегодня о Латвийском совете по науке и о ученых, и о том, как у нас в Латвии с этим дела обстоят, с учеными, с их отсутствием, с наукой, и вот обо всем об этом в ближайшее время мы хотели бы поговорить с нашим сегодняшним гостем. Может быть, для начала вообще расскажете, чем Латвийский совет по науке занимается, что входит в его обязанности, какие главные задачи? Латвийский совет по науке это 22 представителя разных организаций, связанных с наукой, Академии наук Латвии, а также министерств, которые более-менее связаны с исследованиями, инновациями, и эти 22 представителя, это та группа людей, которые принимают решения в имени нашего совета. Между тем, мы имеем еще пять экспертных советов, каждые 10 ученых, которые выбираются самими учеными Латвии, то есть обладателями докторской степени, и как бы эти эксперты в своем направлении. И им уже даются конкретные вопросы, связанные, где надо экспертное мнение по каким-то явлениям латвийской науки или высшим образованием. Такие же задания по отраслям. Да, и сейчас у нас пять, скоро у нас перевыборы, и так, что как меняется классификация наук Латвии, мы будем уже шесть советов гуманитарной и социальной науки будут отдельности, пока они вместе. Так, и мы имеем базу данных экспертов Латвии, которые мы приглашаем оценивать конкретные проекты, где-то более тысячи ученых в Латвии, и также в некоторых вузах есть требование, что только эксперт, который получил экспертное право в Академии, то есть в Совете науки Латвии имеет право быть руководителем диссертационной работы или рецензентом диссертационной работы, а также определенно только советы этих диссертационных советов должны быть нашими экспертами. Вы сказали, что тысяча ученых, это тысяча ученых в Совете состоит или всего по Латвии у нас тысяча ученых? имеют право эксперта нашего совета. Быть экспертами. Да. Который приглашается по надобности оценивать проекты научные и так. Но это разве только научные проекты? Вот самый, наверное, такой яркий пример, когда золи туда была, брушилась с крыши и тогда тоже приглашали экспертов, инженеров из РТУ. Это тоже из Совета? Нет, это уже другая тема. Это судебные эксперты. Тот же человек может быть и судебным экспертом, и научным экспертом. Мы как бы эту сферу, где научная экспертиза есть. У вас на сайте, на сайте Латвийского совета по науке написано, что был создан этот совет в 1990 году, в июле месяце, и создан он был для того, чтобы демократизировать систему управления научной деятельностью, повысить эффективность научной работы и обеспечить наиболее эффективное использование средств, выделенных из бюджета на исследования на основе конкурса исследовательских проектов. Действительно, если зайти на ваш сайт, у вас там есть какие-то примеры, что вот можно подавать заявку на такой-то проект, на такой-то проект, вот об этом расскажите, только через совет это происходит, если человек хочет заниматься наукой и проекты подавать какие-то. В нашем государстве существует много схем различных научных проектов. Мы как бы администрируем только одну, то есть проекты исследований по фундаментальным и прикладным наукам. Это проект, который подается самим учеными группами, они сами находят эту идею, которую исследовать, и это идет на экспертизу, и только самые лучшие проекты получают финансирование. В прошлом году мы провели два конкурса, на первом мы 61 проект дали финансирование, на втором 41, и так сейчас у нас 102 научных проектов. Как правило, эти проекты выполняются небольшими учеными группами, ну, 3, 6, 7 человек. И некоторые проекты на 3 года, некоторые на 2 года, и это очень существенный вид проектов в науке Латвии. И здесь как бы идеи самих ученых, они запрос как бы или заказ. То есть они, если что-то у них какая-то мысль появилась, они могут ее реализовать. Это государственное финансирование? это национальное финансирование, полностью национальное, потому что те проекты, которые финансируются через структурные фонды европейские, идут через другие агентства. И с прошлого года мы также проводим экспертизу государственным исследовательским программами, но эту администрацию как бы программ проводят те министерства, которые эту каждую программу выдвигают и финансируют. К вам могут прийти независимые ученые, например, вот они там занимаются неподпольно, но как бы они нигде не состоят, особо не видны, не слышны, но вот у них появилась молодая там ребята докторскую защитили науку, у них появилась какая-то мысль, они хотят прийти что-то получить для того, чтобы развиваться дальше. Ну пока мы эти наши проекты, которые администрирует совет, заявители проекта научное учреждение, то есть они должны работать в каком-то научном учреждении, здесь как бы эта группа подает заявку на проект и мы рассматриваем. в прошлом году это было два конкурса, в этом году будет только один и мы надеемся, что после этого, что каждый год будет такой конкурс. Но независимые ученые, которые работают в научных учреждениях, для этих пока не предусмотрено. Государственное финансирование. Вы сказали, что 102 проекта в целом было разрешено и на них было выдано финансирование. На какую сумму? Каждый проект минимум 50 тысяч евро в год, максимум 100 тысяч евро в год. Как говорил, группа небольшая, от 3 до 8 человек, обязательно одна ставка на студента должна быть в этом проекте в каждом году бакалавр, магистр или докторская. То есть докторская программа в то время должна находиться. И это как бы тоже стимулирует влияние молодых людей в науку. Но конкурс для этих программ очень проектов очень сильный. От 6 до 7 до 8 на успешный проект заявок много раз больше. То есть можно сказать, что если 102 проекта разрешили и дали им финансировать, значит заявок было где-то 800. Ну на каждом конкурсе было где-то 320-370 заявок, и это примерно то, что в Латвии сколько научных групп могут написать такие проекты. Это оценка с привлечением иностранных экспертов, потому что Латвия все-таки очень маленькая страна, и очень трудно найти эксперта, который каким-то образом не был связан это конфликт интересов исключить. То есть вот эти вот латвийское национальное государственное финансирование могут получить только наши местные ученые? То есть через местные научные учреждения. А группа может состоять и с привлечением иностранных ученых, многие так подают, что в группе имеются иностранные ученые, но тогда, когда этот проект будет выполняться, он должен быть работником этой научного учреждения, которое подало заявку и получило проект. Еще Вы упомянули и сказали, что много разных вот этих вот советов и учреждений выдают деньги для науки. Получается ли, что они разрознены? В общем, вот это финансирование науки у нас достаточно хаотично происходит. Ну, это тоже констатировали разные экспертизы системы наук Латвии, которая проводилась два года назад, и было предложено, что вся научная экспертиза, оценка науки должна сосредоточиться в одной организации. Мы как бы видим свой совет как такую организацию, и вот с прошлого года мы уже начали экспертизу научных программ, которые три в прошлом году стартовали. Мы надеемся, что в этом году будет новая научно-исследовательская программа, они более ориентированы на практическое применение, практические результаты, прикладной аспект. И притом там уже эта организация, это министерство, которое заказывает эту программу, то есть министерство экономики в прошлом году было программу по энергетике, министерство образования и науки по культурному наследию и языку. Но мы надеемся, что таких программ будет много больше, те научные проекты, которые финансируются через европейские фонды, это пока там экспертизу проводят и обеспечивают агентуру развития образования, и центральная агентура финансов и контрактов, потому что такое соглашение имеется с Европейским Союзом насчет этих европейских фондов. Еще коротко перед перерывом на новости рекламы, если можете ответить, про финансирование. Как бывают ли такие случаи, когда выделяется финансирование, но вот как это оценить? Это же наука, не знаю, группа ученых, например, следит за тем, как солнечный свет влияет на цветок. Вот они его поставили, три года он там стоит под светом, как бы вы считаете, что это не стоит 30 тысяч евро, а ученые считают, что на это надо деньги подать. Как сказать, потому есть этот конкурс, эту идею выдвигает научная группа, и мы привлекаем двух экспертов. Для наших проектов и также для этих проектов структурных фондов уже где-то 7-8 лет только иностранные эксперты привлекаются, и они оценивают. И мы перешли на ту же систему, которая в Европе оценивается научная значимость проекта, то, какое влияние может быть результат проекта и какая возможность этот проект реализовать. Там как людские, так и материальные ресурсы, какие имеются. И эти два эксперта оценивают стоит ли это исследовать или нет. И смотрится также уже какая предыдущая знания и достижения этой научной группы. И как сказать, ну таких очень слабых не пропускает. Сейчас нам надо прерваться на новости рекламы. Не переключайтесь, вернемся через пару минут. Мы продолжаем программу «Разворот». Ведет ее Анастасия Смоловская, звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас научный секретарь Латвийского Совета по науке Химия Карнис Кокоревич. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоните нам, если есть у вас вопросы. 672-12-93-9 672-13-93-9 Можете писать в WhatsApp 230-6-1-9-1. В перерыве мы затронули тему того, кто состоит в Совете по науке. И, в общем-то, эти же фамилии можно встретить среди и ректоров, проректоров и университетов. И вот начали говорить мы про конфликт интересов. Расскажите, насколько это актуальная или неактуальная проблема может быть? Нет, наша страна небольшая, круг ученых тоже небольшой, несколько тысяч. И люди те же фамилии встречаем в многих местах. И, как сказать, в любой стране чем важно, чтобы все это как бы не было в конфликт интересов. Для наших научных проектов анализа мы привлекаем сейчас только иностранных экспертов. И они тоже должны сказать, что у них относительно этого конкретного проекта нет конфликта интересов. Может быть, у них есть общие публикации или общие проекты в каком-то обозримом прошлом. Тогда это считается конфликтом интересов и уже другой эксперт привлекается. И то есть, как бы наши экспертные комиссии и сам Совет по науке, мы смотрим, когда мы можем проводить всякие экспертизы. и у нас очень часто бывает так, что говорим к этому вопросу тот или тот непричастен и он как бы отклоняется от решения этого вопроса. как сказать этим и решаем такие проблемы. Скорее всего, что Индрик Ясможникс не будет принимать решение о том, чтобы дать финансирование на какой-то проект Латвийского университета? Нет. Финансирование только иностранные эксперты и потом секретариат уже по определенной методике и порядку, который установлен, определяет, которые вышли в первые места и кому хватает финансирования. А наши ученые участвуют в каких-то подобных мероприятиях в других странах? Мы ездим куда-то для того, чтобы оценивать науку в других странах. Да. Каких? Насколько Ну, во-первых, любой ученый Латвии и даже не ученый, а который считает себя экспертом и может это доказать, может европейскую базу данных экспертов себя зарегистрировать и там уже смотрится в каких случаях его приглашают то ли европейские институции или институции других государств. Мы также пользуемся этой базой данных и привлекаем экспертов этой базы данных из всей Европы и не только старых европейских государств, но и молодых европейских государств и также из третих стран, которые зарегистрировались. Второй путь это, если вы имеете публикации, которые индексированы на этих научных базах данных, эти научные базы данных также работают как база экспертов и примерно база данных с КОПУС, там есть специальные средства, через эту базу данных вы находите эксперт в любой отрасли. И при том есть еще личные контакты и очень много экспертов привлекает Литва из Латвии и тогда, когда у них проходят эти митинги экспертов, где оцениваются проекты, там даже слышно, что тот и тот уехал там. А также я знаю, что в Польше очень много привлекается также моих коллег и это открытая такая обмен экспертами. Это только Европа или Россия, например, тоже может как-то нашими учеными пользоваться умами? Да, но это привлечение экспертов зависит от каждого каждой страны и от каждой организации, которая проводит конкурсы. Я не имею информации, работают ли наши эксперты при оценке научных проектов и каких-то других аспектов научной деятельности в России. Я знаю, что в некоторых научных журналах в России наши эксперты имеются в редакционных коллегиях работают, но это не работает, это больше общественная такая должность. И такой обмен всегда происходит. Если вот вообще про уровень наших ученых, насколько они ценные для мира, мы там слышим, что, например, в Эстонии что-то происходит, их ученые ценятся на мировом уровне. У нас насколько наши молодые или немолодые люди уезжают куда-то и, может быть, потому что у нас не хватает финансирования, где-то они выстреливают и могут себя проявить лучше. И фамилии наши из Латвии замечают где-то, возможно, в других странах, но все равно они же наши. Да. То есть, ну, как сказать, мобильность ученых, то есть, когда ученые имеют опыт работы в разных странах, это очень высоко ценится везде. И, как сказать, это не утечка мозгов, а как бы обмен мозгами. И если страна имеет очень сильные научные позиции, то это не вредит ей. То есть, как бы едут из этой страны, едут эту страну. А у нас какая позиция? У нас пока, наверное, то, что больше уезжает и меньше мы можем привлечь ученых из других стран, потому что это опять вопрос финансирования. И все-таки этот опыт в других странах очень необходим. И даже если ты хочешь сделать успешную научную карьеру в Латвии, то если в твоем CV нет отметок, что ты имеешь опыт работы, таких-таких-то лабораториях, это не самое сильное как бы. Вот такой пример бы наш академик Камбайнис, который довольно молодой, он имел опыт работы в других странах Европы, Америки, получил потом очень хорошие европейские проекты, которые реально получили только людьми, которые имеют такой опыт мобильности международный. И в таком случае никаком виде нельзя негативно смотреть на то, что наши люди уезжают. Да, и есть там наши ученые из Латвии, есть которые даже ученые степени получили после образования на Западе, и вопрос в том, какие у нас ресурсы, привлечь обратно, потому что надо и финансирование, и интересное место работы, и сказать, это все должно быть доступно. Но возвращается у нас это доступно, или хотя бы шаги к этому делаются, для того, чтобы так оно было? Нет, конечно, это делается, если в прошлом году был этот Всесоюзный Совет, то есть Всесоюзный Конгресс Латышких Ученых, и там даже было несколько таких мероприятий, где показали те люди, которые обратно приехали, и здесь уже довольно успешную карьеру выдвинули, и это называлось даже это мероприятие с мировым влиянием в Латвии, если я правильно перевел. Вы вот упомянули Амбонис, такой яркий представитель, наверное, нового поколения ученых, если можно назвать, но уже в такой независимой Латвии, то есть, наверное, до этого поколения все-таки еще советские выходцы, а он все-таки уже больше в независимой Латвии себя проявил, и насколько люди молодые идут, хотят идти, и их как-то вдохновляют вот такие вот примеры? Ну, я думаю, что наука очень интересна молодым людьми. Не отбивается у них в какой-то момент желание? Ну, как сказать, стремление к знаниям и работать в этой сфере знания всегда у какой-то части людей будет. То есть, насколько возможно идти в науку, ну, это опять же связано с том, сколько места для работы предлагается, сколько места в докторантуре, видит ли молодой человек, что после докторантуры он получит место в науке или преподавателя в УЗИ или другая возможность. И это тоже влияет на то, будут идти ли молодые человеки учиться в докторантуре, защищать докторскую степень. Вот не так давно, пару дней назад, Индрики Скрамс в интервью нашей радиостанции сказал, что очень много часов преподавания, вы тоже упомянули, что преподавание это одна из вещей, что ученых им надо столько часов отработать в год, что у них не хватает времени для того, чтобы, собственно говоря, этой наукой заниматься. Но это проблема везде, как соединить преподавательскую работу с научной, при том, если преподавательская работа более-менее гарантирована, потому что каждая учебная программа имеет финансирование на преподавателей, то финансирование для научной деятельности намного труднее добиться, не всегда может сам вуз или научное учреждение его предлагать в том количестве, которое необходимо. и более выгодные позиции имеют ученые, которые работают в научных институтах, их как бы не надо преподавать, хотя и некоторые работают преподавателями, но у них тогда это намного меньше, но это вопрос, который не можно так однозначно решать, и это в каком-то виде вопрос этого вуза, потому как он это распределяет и сколько преподавателей, если у одного преподавателя очень много академических часов, может и имеет смысл этому вузу двух преподавателей. То есть нет определенного количества часов, которые ученый должен отработать для того, чтобы не потерять какой-то статус? Нет, такого статуса нету, это статус ученого главным образом определяется по публикациям, ну и конечно для многих конкурсов имеет важность то, что он работает в каком-то научном учреждении официальном, которое регистрировано регистры научных учреждений. Если затронуть тему управления вот этой вот наукой, куда она движется в стране, получаете ли вы какие-то сигналы, вот совет по науке при распределении финансирования на, ну вот например в прошлом вы сказали, что министерство экономики запустило программу по энергетике, вот сейчас например вот эта тема с компонентом обязательной закупки, то есть тоже ищут какие-то решения, и например в этом году вы видите, что больше с энергетикой связано проектов, и их больше как-то продвигают, подают заявок на них больше, возможно больше их одобряют этих заявок и проектов, или всего должно быть поровну, математики столько, физики столько, языку столько? ну это государственная исследовательская программа, это государственный заказ, и там уже конкретные задачи поставляются, там если не ошибаюсь по энергетике, задач было около десяти, и на каждой задачи есть конкурс, какие группы способны эту задачу решить, и лучшая группа выбирается для каждой задачи, из некоторых задачи были группы, которые одна группа только Латвии может, некоторых два-три, ну и это более прикладные такие проекты или задачи решаются, мы, наши проекты, то есть Советы науки, это то, что предлагают сами ученые, и у нас, чтобы распределить сколько, какой отрасли, мы распределили 6 групп, как идет классификация науки сейчас в Латвии, и как бы создали систему, что проектов каждой группе столько, какая возможность решать эти проблемы, то есть если ваш проект оценивается на каком-то критический порог, превышает, он засчитывается как такой, который может получить финансирование, тогда мы смотрим, сколько естественных науках, сколько инженерных, сколько гуманитарных таких проектов, и тогда пропорционально им распределяем деньги, и получается, что конкурс каждой группы одинаковый, примерно одинаковый. То есть от спроса зависит? То есть от предложения скорее, самих ученых, а спрос идет в государственных программах или других конкурсах, там, где более конкретный вопрос задается. Новый министр образования и науки у нас в этом году появился, госпожа Шоплинска, что вы думаете на ее счет, и на ее, была ли возможность с ней тоже пообщаться, как-то узнать ее мысли по поводу финансирования науки? Ну, разговоры, дискуссии о финансировании науки мы ведем все время, и сказать в министерстве не единственное, которым надо деньги, которым надо денег больше, и сказать наше руководство Перегоры в виде с предыдущим министром, с этим министром, и сказать госпожа Шоплинская сама ученая, ученая степень имеется в социальных науках, и как сказать, это все в процессе, и мы надеемся, что если у нас идет на наши проекты в году 9 миллионов, то будут эта сумма возрастать, и тогда мы количество проектов, которые финансируем, можем увеличить. Но сейчас то, что с министерством в прошлом году, с предыдущим министром достигли, это то, что дополнительно нашим проектам будут эти государственные программы, и это будет частично финансироваться через другие министерства, или полностью финансироваться, и там уже будет этот заказ. То есть еще одна возможность ученого Да, но это тоже с прошлого года уже начало работать, и если перед этим у нас было 14 государственных программ, правда не все столь большие как сейчас, эти три программы, но сейчас уже первые три программы, и это другой инструмент более на прикладную науку ориентированный. Был ли момент за последние 28 лет, когда вы понимали, что это лучшее время для науки было, лучшее финансирование, вот все как-то сложилось, когда у вас появилась вера в светлое будущее, что мы можем стать каким-то научным центром, когда все было хорошо, была одна перспектива, и люди хотели идти, и финансирование было, и вдохновение было. Ну, как сказать, после получения независимости всегда как бы финансирование по сравнению как с нашими соседями, так и с другими европейскими странами в Латвии не самое большое, и одна из самых таких скудных. То есть перед кризисом 2008 года, да, финансирование пропорционально к бюджету было лучше, мы только сейчас начинаем, уже близко возвращаемся к тому уровню, который в 2008 году был. Очень большой приток молодых ученых в Латвии, то есть защищение докторской степени было тогда, когда было специальное финансирование структурных фондов, сейчас оно снизилось, потому что как бы во время докторской учебы не столь хорошее финансирование получают, и все-таки это же люди не молодые, людьми семья, семья, дети. То есть сейчас урезали финансирование тем людям, которые получают докторскую степень? То есть и во время докторской учебы. Было одно время, когда очень хорошо платили сравнительно во время докторской учебы. Это стимулировало? Да, это стимулировало. Сейчас зато есть из структурных фондов так называемый постдокторский проект, то есть проект, который выполняется одним молодым доктором в течение трех лет, очень хорошее финансирование, правда, там тоже есть конкурс, но не столь большой, как на наши проекты, но это такая тоже возможность себя определиться в науке, потому что как бы смысл, что за эти три года ты должен стать уже более опытным ученым постоянно, который способен работать постоянно и руководить группой. Надевайте наушники, у нас вот под конец программы начались звонки. Добрый день. Добрый день, но не выдержал, вот много говорится о финансировании, вернее, о недофинансировании, но вот в курсе ли ваш гость, что вот конституционный суд принял сейчас значит решение о засекречивании повышения зарплат, высоких зарплат, а подал в конституционный суд заявку на рассмотрение представителей РТУ и университета Страдения, то есть еще раз для понимания, если ваш просто гость не в курсе, то есть представители РТУ и университета подали в конституционный суд рассмотреть, значит, чтобы повышение зарплат не афицировалось. И вот вы говорите все время о деньгах, а это все идет от ректоров. Спасибо, у нас мало времени. Что вы скажете? То есть, есть люди в науке, которые очень успешны, которые очень хорошо финансируются. То есть, они получают полную ставку по высшим своим часовой оплатам. И, как сказать, большинство ученых очень трудно получить полную ставку. То есть, работая не на полную ставку, как я говорил, некоторые тогда это смещают с преподавательской работой. И в общем-то, финансирование для большинства не очень-то хорошее. Что как раз в этом мире обеспечить полную занятие. полную ставку. То, что люди хотят засекретить свою заплату, ну, это естественно, потому что, как бы, любой человек хочет свою персональную жизнь сохранить в тайне, или так не афишировать. и это кажется полностью естественно. Есть ли, может ли ученый в Латвии выжить не преподавая, просто занимаясь только наукой, и при этом не получая никаких финансирований на проекты? Или ученые все-таки у нас живут за счет проектов? В основном живут за счет проектов. Самые успешные ученые получают эти проекты, то есть иногда бывает так, что он многих проектов одновременно работает на небольшие ставки, у него 3-4 проекта, но в основном другие работники у него тогда все-таки в каждом проекте свои, полностью нагруженные, но такая часть не очень-то большая, но, как говорится, это самые сильные ученые, успешные ученые, и вопрос в том, десятки, сотни, единицы? сотни, потому что отраслей тоже много, но все-таки если мы считаем, что в докторской степени работает у нас более 4 тысяч полных ставок имеется, то, что считаем по головкам это около 8 тысяч людей, то для всех этот вопрос не решен. Последний вопрос у нас минутка остается, если можно коротко, как ученым узнать, вот есть какая-то общая база, где они могут узнать о всех проектах, финансируемых любой структурой, потому что вот я зашла, например, на сайт Латвии заинатный спадом, он такой чуть-чуть устаревший, чуть-чуть хаотичный, над ним однозначно надо поработать. Есть какая-то база, где ученые могут зайти, здесь есть такой проект, здесь есть такой, здесь есть такой. Такой базы пока нет общей, мы тоже думаем, что такое надо, но реально любом учреждении знают всех видов проектов, которые Латвии, или через наш совет, или через агентуры эти, и они также оповещаются научные учреждения, научные учреждения всегда в курсе. Связь есть. Спасибо научный секретарь Латвийского совета по науке химик Арниска-Каревич был у нас в студии, программу провела Анастасия Смоловская, звукорежиссер Евгений Копейн, всего хорошего. Спасибо.